На фестивале активного долголетия для тех, кому за 50 открыто несколько интерактивных площадок. Очки виртуальной реальности Равия Сагадатова примерила впервые. Признается, ощущения непередаваемые. Равия Султановна уверена, возраст активному образу жизни не помеха и старается проводить свободное время с максимальной пользой. Организовывают, пеши, прогулки у нас есть по городу, экскурсии. Столько интересных про город узнали, дома какие старинные есть, это просто чудо. Потом концерты, театры, все нам организовывают. Пожалуйста, оказывайте, столько всего. Просто вот молодеешь в самом деле, а то дом закиснуть можно. Форум активного долголетия приурочен к празднованию Дня пожилого человека. В регионе проживают почти 900 тысяч людей пенсионного возраста. Из них 18 тысяч – ветераны Великой Отечественной войны. Обращаясь к участникам форума, губернатор Дмитрий Азаров особенно подчеркнул важность участия представителей старшего поколения в подготовке празднования 70-летия Великой Победы. Наша обязанность – память об этом подвиге передать следующим поколениям. И мы с вами вместе включились в подготовку торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Эти мероприятия не могут ограничиваться одним днем 9 мая. Конечно, нет. Они сейчас уже разворачиваются по всей территории Самарской области. Давайте вместе сделаем так, чтобы ни один герой, ни один участник войны, друженик тыла не был забыт в эти дни подготовки, чтобы мы еще раз вернулись к вопросам помощи там, где она нужна. За прошедшие годы число людей серебряного возраста в Самарской области выросло на 69,5 тысяч человек. Для того, чтобы создать достойные условия для активного долголетия, в регионе реализуются инициированные президентом страны нацпроекты «Демография и здравоохранение». Пожилым самарцам оказывают всестороннюю поддержку и на региональном уровне. Это выплаты на улучшение жилищных условий, санаторно-курортное лечение, оказание социальных услуг на дому. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Продолжение следует...